Продолжение следует... Слышно хорошо. Пишут мне организаторы вебинара. Спасибо. А еще бы хотелось, чтобы презентация была загружена. Ее пока не вижу. Все. Начинаем сегодняшний наш вебинар. И я очень надеюсь, что слушатели, которые сегодня присутствуют в нашем виртуальном пространстве, они первый вебинар слышали. И про читательскую грамотность на этом вебинаре мы поговорили подробно, поэтому повторяться я не буду. Единственное, что было не очень скучно, расскажу, ну, почти анекдот, но из жизни. Преподаватель ВПК на курсах слышит, как учителю, который пришел на этот курс учиться, звонит из школы директора и говорит, «Срочно приезжай, у нас будет проверка грамотности чтения». Учитель, который уже на курсах послушал, что такое грамотность чтения, задает резонный вопрос. «А почему я?» Тогда директор школы говорит, «Ты вообще глупая, что ли, не понимаешь? Раз грамотность, значит русский язык, раз чтение, значит литература». Надеюсь, что сегодня в нашей аудитории людей с такими представлениями нет, и мы понимаем все, что грамотность чтения – это один из основных метапредметных результатов, который формируется у детей силами учителей разных предметов. Именно такой курс мы с Татьяной Вячеславовной запустили, чтобы все-таки было понятно, что не только учитель русского языка и литературу, но и учитель биологии, математики и общества знания формирует этот результат. Теперь немножечко просто общая информация, что такое метапредметные результаты. Я, конечно, думаю, что вы это знаете, и все-таки акценты небольшие делаем. С чем связаны метапредметные результаты? Мета, то есть над предметом, то есть не внутри предмета. Теперь учащийся может освоить результат либо на базе одного, бывает это, но достаточно редко, в основном на базе нескольких предметов или всех учебных предметов. Смотрите, и осваиваются способы действия, которые применяются не только в рамках образовательного процесса, а такие способы действия, которые нужны в реальных жизненных ситуациях. Вот этим характеризуется метапредметность, то есть что отстается от сказки потом, после того, как ее прочитали, часто приводят эту цитату, говоря про предметный результат. Но к метапредметному это относится еще больше, потому что, собственно, ребенок может забыть какие-то знания, даже утратить некоторые навыки. А вот если он получил общее умение, например, связанное с читательской грамотностью, с решением проблем, с взаимодействием с другими людьми, это его ресурс на всю жизнь. Именно поэтому важно понимать место метапредметных результатов в образовании любого ребенка. Просто переоценить это невозможно. Значит, какие, собственно, выделяются действия, связанные с метапредметными результатами? В блоках познавательных и коммуникативных универсальных действий мы выделяем такие действия, которые связаны с чтением и пониманием текстов, с преобразованием текстов, а также с использованием информации из текстов для различных целей. Это тот метапредметный результат, про который мы говорим. Итак, чтение и понимание текстов, и мы говорим, что, формируя читательскую грамотность, акцент ставим на понимание. Многие мне могут задать вопрос, а что человек, который читает, он не понимает текст? Ну, к сожалению, так бывает сплошь и рядом. Преобразование текста – это тоже очень важное умение. Ну, а информация из текста – это просто то, без чего в наше время человек не может жить, потому что это связано и его с профессией, это связано и с его семьей, и с безопасностью. Потому что информации очень много, и современные средства массовой информации часто манипулируют нашим сознанием, сознанием наших детей. Поэтому очень важно, чтобы дети могли опознавать достоверность, недостоверность информации, надежность, ненадежность источника. Это вещи, без которых современный человек, ну, как вот человек, который приходит в джунгли, в лес, он должен, например, обладать определенными навыками, чтобы там выжить, так современный человек в городе, в мире, в социуме должен обладать умением вычитывать информацию, анализировать ее, и понимать ее достоверность, недостоверность, опасность, безопасность и так далее. Поэтому мы с вами можем вынести это в посильный вклад. И еще один момент, тоже он очень важный, про который вы должны все думать, и про который вы должны говорить. Читательская грамотность – это тот ресурс, который позволяет ребенку хорошо учиться, позволяет ему учиться так, чтобы глубоко некоторые вещи для себя открывать, или многие вещи для себя открывать. И причем учиться не только на уроке, а вне его рамок, прежде всего, потому что человек, обладающий высоким уровнем читательской грамотности, способен учиться самостоятельно. Ну, в пределах, конечно, определенных там границ, понятно, что не сможет человек, показывающий читательскую грамотность высокого уровня, какие-то специфические тексты профессиональные читать, к которым он не готовился. Мы здесь говорим о другом. О том, что в любую профессию, куда он пойдет, когда он поймет устройство текстов этой профессии, он будет обладевать своей деятельностью профессиональной очень легко. И в связи с этим, вот у нас в школьной ситуации обычно реакция учительская, детская, родительская такая. Если за это не ставят отметки, то можно это не делать. Я надеюсь, что учителя в Красноярском крае вышли на новую ступеньку и на новый уровень. И понимают, что там, где не ставятся отметки, но мы понимаем, что это ресурс ребенка, мы понимаем, что это позволит ребенку совсем по-другому жить, учиться, соответственно, с этим мы будем работать. И вторая уникальная ситуация, она связана с тем, что тот инструмент, с которым мы с вами сегодня будем знакомиться, он дает возможность измерять динамику читательской грамотности на четырех предметах. И тогда это групповая работа учителей-предметников на одном классе. И инструмент позволяет оценивать динамику, потому что вы можете старт пятого класса, итог пятого класса, промежуточные результаты, и так вплоть до девятого класса. Это редкая возможность работать с динамикой результатов и видеть, чего вы добились общими усилиями. Теперь переходим с вами непосредственно к предмету. Мы разберем с вами один вариант теста для шестого класса, который называется «Большое гнездо». Собственно, текст этот вы хорошо знаете, поскольку это сжатая глава из книги Льва Успенского «Слово о словах». Я думаю, что любой филолог с этой книжкой знаком, и представлять ее не нужно. Теперь, чем интересен этот материал? Материал, с которым знакомит автор нас с вами, он впрямую пересекается со школьным курсом «Словообразование» и ключевыми разделами программы. Но вот словообразовательные отношения в этом тексте открываются подростку с совершенно иной стороны, потому что на примере одного слова «лов» ловить мы видим, как слово живет, как умирает слово, как язык отбирает слова и как из одних слов рождаются другие. То есть фактически перед нами разворачивается понятие словообразовательного гнезда во всей его полноте. Это понятие не во всех школьных программах дается, но тем не менее оно емкое, точное, потому что если мы изучаем словообразование не ради него самого, чтобы ребенок знал, что слова образуются такими-то способами и этим ограничивался, он забудет это, выйдя за стены школы послезавтра. Если мы словообразование даем как систему определенную, то это общий способ понимания того, как связаны в языке слова. И тогда словообразование помогает ребенку не только в правописании, потому что вся школа настроена на правописание. Словообразование помогает ребенку и в том, чтобы порождать речь, связывать предложения в тексте, производить слово по моделям, традиционным, существующим в языке, когда такого слова даже нет. одомашнивать заимствованные слова, потому что что происходит? Появляется какое-то заимствованное слово, например, слово «блог», и тут же оно обрастает суффиксами, приставками, добавляются другие корни, появляется благосфера, блогер и так далее, и так далее. Вот слова с помощью нашего строительного материала, суффиксов и приставок, они одомашниваются, становятся русскими. Поэтому очень важно, чтобы словообразование открылось ребенку с этой стороны. Текст Льва Успенского дает возможность это сделать. Кроме того, в этом тексте представлено еще как бы внутри тип текста, это схема. В русском языке, в учебниках, если говорить о типах текста, которые представлены, то мы знаем, что это основные правила, дальше текст, связанный с каким-то учебным параграфом, материалом, это научно-учебный текст, рассказывающий о том или ином языковом явлении, языковом законе, и схемы. Вот, собственно, это основные. Есть немножко других, но тем не менее, вот эти типы текстов основные. Значит, смотрите, наша задача с вами научиться работать с этими текстами так, чтобы ребенок их хорошо понимал. И вот в тексте Успенского дана схема, на основании которой можно посмотреть, что ты уже знаешь, сравнить информацию, выраженную словами, вербально, текстом, и информацию, которая представлена в схеме. Наглядно увидеть связи между словами. Вот эта схема позволяет делать, я бы, коллеги, еще подчеркнула, что связи слов, это ключевая вещь в русском языке. Без связи нет текста, без связи нет понимания, потому что слово в лексиконе человека, оно хранится именно так. Слово связано через ассоциативную связь со многими другими словами. И в том числе это связи и морфемные, словообразовательные, это связи грамматические и так далее. Поэтому очень хорошо и наглядно видно, что слова связаны, что они вырастают из одного ядра и как бы прирастают каждый раз за счет того, что образуется в разное время с помощью, вернее, в разное время, в разных коммуникативных ситуациях с разными целями возникают новые слова, уходят старые. И схема же позволяет проверить, насколько ребенок умеет применять полученную информацию. Это само по себе очень интересное задание. Я его выбрала не случайно, чтобы показать вам сегодня определенные возможности. Итак, в работе к тексту «Большое гнездо» 10 заданий на три группы умений. Давайте сейчас посмотрим на эти группы умений. Итак, первая группа умений. Мы, в принципе, немножко уже про эти группы говорили. Смотрите, первая группа называется «Общее понимание текста и ориентация в тексте». Какие основные умения при выполнении заданий этой группы демонстрирует ребенок? Смотрите, он должен уметь определить основную идею текста. Найти и выявить в тексте информацию, которая представлена может в явном виде, может в скрытом виде, в неявном. Кроме того, уметь формулировать прямые выводы и заключения на основе фактов, имеющихся в тексте. Вот обратите внимание на это последнее умение. И мы говорим, что один из основных текстов в русском языке это правило. Умение формулировать выводы, оно довольно плохо осваивается детьми, потому что правила мы даем в готовом виде. Вот первый шаг, который должен делать учитель, извините, если для кого-то скажу банальные вещи, но тем не менее, как правило, с этим работают мало. Когда ребенку представляются ряды слов с выделенными основаниями для выведения правила, то вывод он должен делать сам. И более того, вывод желательно, чтобы он сделал сначала самостоятельно, то есть вывел правило, попробовал проанализировать информацию, сделать вывод, вывести правило. А второй такт, поработать в малых группах и эти выведенные самими правила обсудить и сделать общий текст в группе общий текст правила. И только уже потом сравнить два текста. Текст, который в учебнике дам и текст, который придумали дети. Если мы таким образом делаем, то мы тренируем сразу группу умений. Обратите внимание, ребенок анализирует условия, в которых пишется та или иная буква, ставится тот или иной знак. Дальше. Он формулирует вывод из своего анализа. То есть на основе анализа он формулирует вывод. Дальше, когда они работают в группе, это уже другой, более сложный уровень, потому что они сравнивают свои формулировки. Им нужно выявить, что в этих формулировках общее, что расходится и нужно аргументировать тот или иной вывод. И последнее, сравнить два текста и повторить эту ситуацию. Кроме того, что ребенок в такой деятельности это правило запоминает, ну как мы говорим, намертво, он все время тренирует свою способность освоить вот эти умения, напрямую связанные с читательской грамотностью. Поэтому, если учитель грамотно подходит к тому, к работе с правилом, то, в принципе, у него будет довольно хороший результат. С правилом мы работаем очень часто. итак, это первая группа умений. Теперь вторая. Смотрите, в работе с текстом вторая группа связана с тем, что, когда мы говорим про первую группу умений, мы общее содержание текста и содержание формы посмотрели. Здесь надо детально разобраться в деталях, какая информация введена в тексте и в чем ее особенности, в чем ее отличия. умения, которые здесь демонстрируются, смотрите, это то, что я на предыдущем говорила, когда мы про правила говорим, анализ, но интерпретация обобщения информации, которая представлена в тексте, обобщение информации, это тоже особое умение и довольно сложное для детей, и формулирование на ее основе сложных выводов и оценочных суждений. Если посмотреть на эти умения, мы сейчас разберем их на самом тексте, но тем не менее хотел бы остановиться на обобщении информации. Наши дети по итогам четвертого класса очень плохо справляются с тем умением, которые извините, очень плохо справляются с обобщением информации, представленной в тексте, в разных его частях. То есть кусочек информации в одном тексте, кусочек во втором тексте, в смысле в этом же тексте, но ниже, а если в двух текстах информация, то уже вообще сложность. Опять же это связано с нашей репродуктивностью, потому что мы даем ребенку читать текст, а потом требуем от него только то, что он пальчиком проведет и найдет в тексте. Такие задания нужно давать. И задания могут быть с чем связаны? Какой-то текст может быть разбит на кусочки, ему каждый кусочек нужно проанализировать, дополнить или найти лишнюю информацию нужно. А вот обобщить это значит не просто найти эту информацию в разных кусочках, но и еще ее как бы пересказать по-другому, переформулировать, сделать новый фактический текст, интерпретацию того, что есть в обычном тексте. И следующая группа умений, последняя, третья, она связана с использованием информации. Значит, это самая сложная группа умений и очень сложно делать задания на эту группу умений, но тем не менее эта группа умений нужна нам для того, чтобы мы могли показать ребенку, что те знания, которые он получает, они вообще не мертвые знания, они применяются не только в школьной ситуации, но и в жизненной ситуации. Вот на основе этих трех групп умений построен сам текст. И посмотрите, в тексте у нас 10 заданий, да, из них 4 на общее понимание текста, 1, 3, 5, 6, вы там выполняли задание, вы должны были попробовать определить группу заданий, вы себя сейчас можете проверить. Вторая группа умений, извините, задания 2, 4, 7 и 8, оно проверяет умения анализировать, обобщать, сопоставлять эти задания, извините, выстраивать внутритекстовые логические связи. В заданиях 3, задания 3 группы это 9 и 10. Мы смотрим, как ребенок может применить информацию в новой ситуации. Вот по этим группам мы сейчас рассмотрим задание. Итак, общее понимание текста. Ученику нужно перевести текстовую информацию об устройстве словарного состава языка в графическую форму. Необходимая информация дана в тексте в явном виде, ее требуется только перенести на схему. У вас, я надеюсь, что перед глазами это задание есть. Оно сформулировано так, что ребенок, как в тексте есть эта информация, большой круг, средний круг, малый круг, он должен прочитать внимательно эту информацию и в задании, в самом тексте, в самом задании в эти круги вписать составляющие. Большой круг это словарный состав языка или все слова языка, средний круг основной словарный фонд, и малый круг слова корни или ядро словарного состава и основного словарного фонда. Собственно, это то, что мы вписываем в эти круги. Допускается, если ребенок вписывает основу языка. Посмотрите, это задание несложно для детей, потому что 70% с ним справляются учеников, потому что информация явная, нужно просто соотнести другую форму ее подачи, а это мы делать умеем и можем. Тем не менее, такое задание весьма полезно для детей. Коллеги, извините, я на одну минуту прервусь сейчас, одну секунду. Время. Продолжаем. Продолжаем. Итак, у нас следующее задание, оно связано с тем, что мы должны выбрать утверждение, которое противоречит основной мысли текста. Тоже хочу сказать вам, что нужно обязательно такие задания с детьми делать. Если смотреть результаты международных исследований, то работа с противоречивой информацией дается нашим детям трудно, а тезис, сформулированный наоборот, он собственно провоцирует ребенка на ошибку. Обратите внимание, что с этим заданием справляется чуть менее половины учащихся. Хотя сложного в этом задании ничего нет. Какое утверждение противоречит основной мысли текста? Обведи номер верного ответа. В чем здесь проблема ученика? Чтобы выбрать тезис, который противоречивает основной мысли текста, ученик должен уяснить основные авторские утверждения. И вот основная проблема в том, что в тексте эти утверждения сформулированы по-другому. Не так, как в задании в самом. Смотрите, ученик должен обнаружить один и тот же смысл, сопоставляя два высказывания, оформленных по-разному. Вот у нас есть основная, основной верный ответ, да, противоречит авторскому тексту утверждение, что основной источник пополнения словарного фонда языка – это заимствование из других языков. Посмотрите, ребенок, ему трудно удержать две задачи. Он начинает выбирать не противоречивое утверждение, а, например, верное. Это показатель того, что мы не умеем работать с информацией так, чтобы удерживать две эти задачи. Второе затруднения, оно связано с тем, что дети плохо видят синонимические замены. Они эти замены не обнаруживают. Опять же, почему? Потому что мы даем знания о языке в одной форме, в одном виде текста. Вот даже если вы на уроке берете про одно и то же, два-три текста, написанные по-разному, можно выдержки из текстов, это уже приучает ребенка и даете задание найти в этих трех текстах, как по-разному выражено одно и то же. Это, во-первых, одна и та же информация повторится несколько раз, и это будет способствовать запоминанию. Во-вторых, здесь получается, что ребенок приучается к тому, что один и тот же смысл может быть выражен по-разному. А это ключевое умение во владении русским языком. То есть носитель языка должен уметь выражать один и тот же смысл по-разному с одной стороны, а с другой видеть в похожих выражениях разницу смысла. И у нас есть с вами средства, чтобы этому ребенка учить. Когда меня спрашивают, где брать такие задания, такие задания совсем несложно делать самому учителю. Вы вместо того, чтобы читать с детьми параграф, лучше сделайте три выдержки из разных текстов и дайте их. Либо вот такое задание, где вы пишите ложный тезис и просите найти противоречия, чтобы он его увидел. Скажем так, это, конечно, требует времени определенного. Но если вы делаете это нередко, то, в общем, серьезных затрат времени не будет. Задание пятое. Вот это задание, коллеги, вызывает у меня грусть. А грусть это связано с тем, что в этом задании, как ни странно, проявляется неумение работать с контекстом. Вот то, что мы видим в начальной школе. Если слово дано в контексте, и оно обозначает не то, что ребенок привык, то он приводит словарное значение или обыденное значение, которое есть в его практике. Ну вот, если, допустим, мы говорим, что солнце катилось по небу к горизонту, как круглый красный пятак катился к горизонту, и ребенок пишет тогда, что пятак – это монета. То есть он берет слово, выдергивает из контекста и объясняет его вне контекста. Он убирает вот этот контекст, что это по небу, что это закат, что это вечер, и что, собственно, это круглые формы солнца. Вот это настолько сложная ситуация для начальной школы, там все время она проявляется. Вот у шестиклассников она почти не меняется. Посмотрите, задание, в принципе, совсем несложное. Прочитай фрагмент текста о слове «гнездо» и даются четыре толкования слова «гнездо». Какое из приведенных значений слово «гнездо» отражено в заголовке текста «большое гнездо»? Обведи его номер в словарной статье. Как ребенок, собственно, пытается объяснить это слово? Верный ответ, который связан с пониманием значения слова «гнездо», как семьи всех родственников, да, только выбрали 42% детей. Ну, это же задание нетрудное. Вся информация дана, она вся вот здесь явная, нужно только соотнести с таким метафорическим заголовком текста. Ну, автор достаточно и в тексте дает информацию. Ребенок же выбирает вот гнездо, как место, которое устраивается птицами. То, что ему близко, по быту знакомо и так далее. Опять же, почему это происходит? Это происходит потому, что системной работы с актуальным контекстным членением в школе нет. Извините, не членением, а говорилось. С актуальным контекстным значением слова. Просто тут актуальное членение – это тоже важный момент для того, чтобы смысл текста понимать. Актуальное значение, еще раз говорю, контекстное значение. Когда слово попадает в текст, оно может означать совсем не то, что обозначает, если оно просто в своем словарном значении употребляется. Вот эти моменты, они существенны. Это молекула, с которой начинается непонимание текста. Задание 6. Ученик должен выбрать среди нескольких источников тот, где содержится первое упоминание слова, которому текст посвящен. Вот опять же, грустно немножко, потому что поиск ответа связан с обращением конкретной явной информации. Конечно, большинство детей справляются, но обратите внимание, все равно только 74%. Задание очень легкое. Вот немножечко напрячь свои мыслительные способности, вот чуть-чуть. И тем не менее, смотрите, 26% детей с этим не справляются. В другой ситуации это был бы хороший показатель. Но на таком достаточно простом задании мы видим, что, собственно, дети не хотят думать. Либо у них нет культуры работы с сопоставлением тех или иных тезисов и сказаний. Итак, с первой группой умений в этом тесте мы с вами разобрались. Это общее понимание текста. Вот вы прочитали текст первый раз, бегло, и поняли, о чем этот текст. Что вы можете о нем сказать? Посмотрите, мы поработали с заголовком, поняли, что речь идет о какой-то семье. Ну, из текста понятно, что семья родственных слов. Мы с вами посмотрели, как устроен язык. Это буквально явно написано. Да, третий круга сделали. Мы обратили внимание на какие-то специфические, вернее, не специфические вещи, а основную идею текста посмотрели через противоречия. И вот как бы первое представление есть. Такой наш первый с вами уровень, первую группу умений мы видим, как освоили дети. Среди это первая группа умений, какие-то умения очень хорошо. Если вы получаете такой результат, вы видите, что вы делаете что-то правильно. А вот, например, выявляется задание, где нужно понимать контексты, контекстное некоторое значение. И здесь ребенок с этим не справляется. Следовательно, вы должны обратить внимание на то, что в ваших уроках это не то, что какие-то просто специальные задания придумывать. Придумывать эти задания относительно каждого урока, чтобы ребенок мог с этим поработать. Давайте теперь обратимся ко второй группе умений. Итак, детальное понимание текста. Смотрим задание второе. Оно у нас звучит так. Ниже приведены суждения о словах родичек, потомках корня лов. Какие суждения верные, а какие нет. Вот это как раз та ситуация, когда ученик должен сопоставить сведения из разных частей текста. И сделать вывод о том, вот к какому кругу лексики относится каждый из предложенных слов. Смотрите, для каждого слова дается такой контекст. Слово ловушка относится к малому кругу, так как непосредственно связано со словом корнем лов. И от него пошло великое множество производных глаголов наловить, выловить, обловить. То есть дается развернутый некоторый контекст, сложный или верный. Ребенок должен сориентироваться, вся информация в тексте есть. На что он опирается в тексте? На ключевые характеристики каждого круга слов русского языка. На ключевые характеристики. Смотрим, сколько человек справилось с этим заданием. 21 справились с заданием полностью. То есть все верно сделали, набрали 2 балла. И 33 выполнили частично, получили 1 балл. Итак, у нас получается, что такое задание, когда информация в тексте разрознена, на нее нужна опираться, вычленяя детали, ключевые моменты, ребенок в принципе теряется. Получается, с одной стороны, если сложить проценты, то у нас получается 54, но это тоже мало. Это очень мало для 6 класса. Но полностью-то справились с заданием только 21% детей. Сейчас, там вопросы по ходу. Мне задают, у вас есть опыт работы в школе? Да, 29 лет. Как часто вы работаете с текстом на уроке или на учебных курсах? На уроке с текстом, на уроке русского языка каждый день без этого нельзя. А что такое программа? То есть программа – это когда вы встали у доски и рассказываете текст какой-то. Это же тоже текст. А вот эту информацию, которую вы даете, ее можно по-разному представить. Можно встать и сказать, что там синонимы – это слова близкие по значению, а можно эту же информацию дать в другом виде и дать задание, чтобы ребенок работал с извлечением информации, с сопоставлением ее границы какие-то различал и разводил. Это очень важно. То есть у нас такое понимание, что программа – это отдельно, а работа с текстом отдельно. Нет, в самом учебнике… В учебнике дается один какой-то текст. Понятно, что на одном тексте об одном явлении мало что можно развернуть. Если вы хотите с детьми делать, должны быть примеры. Даже соединение правила и примера могут быть разные. И это уже другая работа. Она не будет репродуктивной. Она будет такой работой, которая заставляет детей сравнивать информацию, обобщать, соединять. Если есть ловушки, то анализ делать. Поэтому программу вы пройдете лучше, чем если будете им рассказывать просто. Значит, следующее задание, четвертое, предполагает открытый ответ. У нас оно сформулировано так. Выпиши из текста слова, при помощи которых автор подчеркивает, что ядро словарного состава и основного фонда – это самая ценная и сокровенная часть языка. Значит, ответы – это святая святых языка, основы языка бережные, осторожно пополняемые и подобные. Ребенок должен найти эту информацию в тексте, это некоторые детали, и привести ее фрагменты. Иногда дети ее переформулируют. Зачем это ищется? Вот смотрите, поиск этой информации, смысловых соответствий. В тексте написано ядро словарного состава основного фонда. Это самая ценная и сокровенная часть языка. А из текста – это святая святых языка, основы языка и так далее. Опять вот эти синонимические замены, одна и та же информация выражена по-разному. Вы должны установить смысловые соответствия. И тогда, если ученик эти соответствия находит, обнаруживает, сопоставляет, получается, что он, собственно, видит, что идея текста в том, что корневые основы языка – это такой вот фон генетический, из которого вырастает все остальное. Это очень важно. Следующее задание – седьмое и восьмое. У нас это задание делается, смотрите, на выписки из словарей. Какие новые значения появились у слова «ловки» к XX веку? В тексте, выписке и словарей обведи номера этих значений. На что опираются дети, когда выполняют это задание? Ну и восьмое. Восстанови предложение. В XVIII веке выражение «ловкий инструмент» значило то-то, то-то. А в наше время оно означает то-то, то-то. Ребенок, сравнивая информацию об одном слове, но из двух словарей, и разница в значении 200 лет, вот смотрите, можно про это рассказать. Можно про это рассказать. Но если ребенок выполняет такую работу, он сам эту информацию ищет, он сам ее сопоставляет, и это его практическое действие позволяет ему увидеть, как меняется слово с течением времени. Вот здесь у меня такие вот сложные слова, я специально их вписывала в презентацию, ну, чтобы немножечко лексикон наш расширялся. Смещается семантический фокус в лексическом значении слова и развивается его многозначность. Ребенок пробует себя в семантическом анализе. Что такое смещается семантический фокус? Вот если мы берем слово, то, собственно, его значение – это сумма всех его реализаций в речи. Их очень много. И оттенков значения много. И в зависимости от того, в какой текст вы помещаете слово, ядром, семантическим фокусом, то есть то, на что вы опираетесь, становится одно значение. А в другом тексте другое. Так и со словарем. То есть была реальность, которая требовала, чтобы было одно слово, появляется другая реальность. В этом слове другая сема, другой кусочек значения становится главным. Вот через эти задания это очень хорошо видно. Еще у меня вопросы. Я прерываюсь. Вдруг согласна, что учитель может придумать такого рода задания. Но когда же появится УМК, соответствующая требованиям стандарта? Пока на большинстве просто появился логотип. Ну видите, коллеги, отвечу просто. Вот если смотреть на педагогов, то они делятся на три уровня. Ну вот с моей точки зрения, это моя личная позиция. Первые педагоги, которые работают, начинают работать. Они строго следуют методике, учебнику, потому что сами еще ничего не могут. Следующий уровень педагога, это когда он уже видит, что чего-то не хватает в этом учебнике, чего-то не хватает в его объяснении и ищет такую информацию. А третий уровень педагога, это когда он видит, какие дети у него в классе. И эти же знания, эти умения, эти навыки, метапредметные результаты даются ориентацией на этих детей. К чему я так говорю? Никогда не будет УМК, которая бы содержала все необходимое вам для того, чтобы преподавать русский язык. Потому что конкретная ситуация в классе и конкретные дети требуют мастерства учителя определенного. Но соглашусь с вами вот в чем. Что, конечно, хотелось бы, чтобы у УМК появилось больше заданий, связанных с текстом, с чтением текстов, с таких заданий, которые бы формировали читательскую грамотность. Поэтому нужно для себя сформулировать. Вот вы чего хотите? Ждать какого-то универсального суперучебника бессмысленно, его никогда не будет. Какие-то перестановки, улучшения, они, разумеется, появятся. И все-таки вот сегодняшний наш курс и сегодняшняя наша работа, она прежде всего связана с тем, какие вы акценты в курсе делаете. Русский язык, вот заметьте, русский язык без текста – это нонсенс. Потому что все, что вы изучаете, от значения слов до пунктуации, невозможно формально давать. Наша беда, бич наш, то, что в учебниках даются вырванные предложения из контекста. И мы все время на этих обрывках учим детей. Они даже не чувствуют, что это предложение определенного стиля, из определенного текста. Все время какой-то вот микс такой в плохом смысле слова. Поэтому здесь очень важно, чтобы учитель сам понимал, что текст – это важно. Что текстовая работа на уроке – она основная. Теперь Людмила Николаевна спрашивает меня, на какие задания вы ссылаетесь. Седьмое, восьмое, до этого мы разбирали задания. Я надеюсь, что перед вами есть же тексты. Их отправляли вам. Ну и вот, смотрите, задание восьмое требует найти и выписать конкретное значение слова «ловкий», опять же, опираясь на ту информацию, которая дана в словарях. Такое действие, в общем-то, хорошо освоено учеником школьной практики, и слава Богу. В ответе выписываются фрагменты, указанные курсивой. В XVIII веке выражение «ловкий инструмент» значило удобный на обхват и держание, а в наше время оно означает «удобный для пользования и ладный». Итак, мы посмотрели, что задание седьмое требует сопоставления информации, выделения различий, и его выполняет менее трети учеников. 19% даже не приступили к этому заданию. Хотя, если вы на него посмотрите, там ничего сложного нет. Просто детей пугает необычная форма, детей пугает часто требование самостоятельного действия. Ведь все есть, никакое знание не нужно. Читай и сравнивай. Да? А, нет текстов. Вы знаете, вам должны были их отправить вместе с заданиями. Поэтому не знаю. Задания должны были отправить. И текст тоже, на который я сейчас ссылаюсь. Людмила Николаевна, так, Мальцева. А задания вы выполняли? Напишите мне, пожалуйста. Задания к сегодняшнему семинару выполняли? Вот Татьяна Вячеславовна отвечает. Тексты на сайте Moodle. Есть тексты, задания в блоке. А что же нам сейчас делать? Вы сможете зайти на Moodle. А то, в принципе, для вас тогда вебинар получается бессмысленным, поскольку вы задания не видите. Мы работаем так, что предварительно высылались эти задания, предварительно выставлялись тексты. Соответственно, я работаю как с людьми, которые с этим знакомы уже. Ну, спасибо, попробуем. Хорошо. Да, 15 коллег сделали. Мы их делали. Ну, те, кто делал задание, я думаю, всем понятно пройти задание. Коллеги, те, кто... Вот у кого сейчас нет, попытайтесь посмотреть все-таки на Moodle. И смотрите, будет у вас презентация. Да, мы потом постарайтесь пробежать по заданиям, которые мы разбирали, и с ними поработать. Ну, а в следующий раз я тогда, наверное, на всякий случай задание, презентацию включу. Простите, не учла этот момент, ну, потому что договоренность была, что все задания заранее разосланы. Тем более, должна была... То есть у нас сегодня такой практический вебинар. Мы как бы разбираем результаты вашей работы. Вы задания делали, определяли группу умений. Хорошо. Итак, смотрите, задание седьмое. Еще раз. Выписки из словарей. Словарь 18 века. Ловкий. Это два значения. Удобный на обхват и держание. Ловкий инструмент. Ловкое топорище. И второе значение. Двум господам слуга. То есть плод, двуличный человек. Это словарь 18 века. И большой толковый словарь 20 века. Словарь Ожигова. Здесь уже четыре значения слова ловкий. Собственно, задание состоит в том, чтобы ребенок сопоставил два типа информации. Словарь 18 века, словарь 20 века. И сказал про то, какие новые значения появились в слове. Ну, я, честно говоря, не понимаю вообще сложности. Потому что, смотрите, вот значение. Удобный на обхват и держание. Ловкий инструмент. Ловкое топорище. И плод. Смотрим в словаре. Есть третье значение. Умеющий найти выход из трудного положения. Изворотливый, хитрый. Вот эти два значения совпадают. Второе значение в словаре 18 века. И третье значение в словаре 20 века. А вот такие значения, как отличающиеся физической сноровкой, точностью, быстротой движения. А человеке и животном их же нет в 18 веке. И обладающие умениями, навыками в какой-то области искусства. Их же нет. Собственно, вот эти вещи должен быть сопоставить человек и сделать выводы. Сложного ничего нет, если ребенок привык работать с информацией. Но если он эту работу делает, а вы потом с ним ее обсуждаете, то вопрос еще позволяет и сделать задание глубже. Потому что можно спросить, а почему появились новые значения в этом слове? Откуда? Какие возможности у этого слова? И это будет уже супер задание, потому что ребенку нужно будет размышлять и сопоставлять значение. И говорить о том, что изменилась ситуация, а у этого слова был потенциал. Вот эта часть его значения, она стала востребованной на следующем этапе. И третья группа умений. Смотрите, это, как правило, самая сложная группа умений. У нас тут два таких задания, девятое. Я сейчас его буду тогда уже читать. Определи, какое значение имеет слово «ловка» с «а» на конце. Для ответа нужно воспользоваться схемой. Вот про эту схему я говорила. Смотрите, на схеме даны словообразовательные связи. Если вы знаете корень, ядро и видите, какие еще рядом слова, то вы можете сопоставить значение и объяснить его. Кроме понимания текста Льва Успенского, нужно и базовые умения школьного курса морфемики и словообразования. Вот если мы смотрим с вами на схему, да? Мы смотрим, слово «ловка» образовано от корня «лов» непосредственно. И дальше приводятся слова, которые от него образованы. «Мыши ловка» и «муха ловка». Достаточно информации для того, чтобы понять, что за значение этого слова? Я думаю, что достаточно, потому что есть ядро корень и есть производные слова. Опираясь на ядро и производные слова, мы можем выделить то значение, которое, собственно, в этом слове есть. И на основе этого значения понять, что слово «ловка» означает предмет, устройство для ловли, поимки, ловушка, капкан, западня. Потому что, с одной стороны, лов ловить, с другой стороны, мышей ловим и мух ловим. Соответственно, вся информация есть. В данном случае дети не справляются, потому что не умеют читать графическую информацию. И вот мы очень формально, репродуктивно даем им представление о словообразовании. Даже если бы они понимали, что такое словообразовательная цепочка и словообразовательные значения, то есть как одно слово образуется от другого, и что каждое новое образование несет определенное новое значение, дети бы с этим заданием справились. Но решаемость сегодня превышает 40%. Каждый четвертый шестиклассник не берется за его выполнение. То есть вообще не делает. А это означает, что со схемами мы не работаем. Те, кто словообразование дает на основе схем, и ребенок анализирует достаточно много слов и строит словообразовательные гнезда, словообразовательные цепочки, у тех детей другой навык, потому что он объяснить слово может на основе его морфемного состава. Он понимает, от какого слова образовано, с помощью какой морфемы, видит значение этих морфем, и, соответственно, объясняет значение слова. И задание десятое. Оно, собственно, учебно-практическое. Давайте посмотрим, как оно формулируется. Это я для тех, у кого нет сейчас. Значит, дополни приведенную нижнюю схему. Подбери по одному слову, образованному от слова корня, груз, который относится к большому и среднему кругу языка. Составь с каждым этих слов словосочетание и запиши словосочетание на соответствующих строчках. Для малого круга словосочетание уже записано. Смотрите, еще раз, что нужно сделать. Нужно вспомнить, что такое малый круг, что такое средний круг и что такое большой круг. Для малого круга, малый круг – это у нас ядро, у нас есть корень, слово корень груз. Отправить груз, получить груз, значит, у нас это слово есть. Для среднего круга ребенок должен привести пример словосочетания, в которое входит стилистически нейтральное слово с корнем груз. То есть нужно, чтобы слово в общеупотребительном значении было. И от него могут другие слова образовываться. Поэтому погрузка товара в грузовой поезд и так далее. Здесь получается, что сам-то подбор слов нетруден, потому что эти слова есть в словарном запасе ребенка, в его лексиконе. Важно понять, что такое средний круг. Если он хорошо выполнял первое задание и внимательно читал текст, то он видит, собственно, характеристики каждого из кругов и опирается на эти характеристики. А теперь подбор слова, который ни к малому, ни к среднему кругу словарного состава не относится. Здесь слово, которое относится к большому кругу, не относится к общеупотребительной лексике. Значит, это слова, которые появляются в языке или им пользуется только какая-то группа носителя языка в определенной сфере общения. Или появляется у него новое значение. То есть это слова. Архаизмы, устаревшие, жаргонные, диалектные, нелогизмы. И несмотря на то, что тоже в лексике детей они есть, возможно, они их, если внимательно не читают характеристику, не понимают ее, не могут определить. Потому что загрузка файлов, перезагрузка отношений и очень распространенное выражение «не грузи меня», оно для детей знакомо. Главное – вот эту характеристику круга удержать. То есть опять, смотрите, две задачки. Это очень важно, чтобы два направления удерживать. Ну и вот вы, допустим, провели такой тест. Вопросов пока больше нет, чтобы к заключительной части перейти. Пока больше нет вопросов, поэтому я завершаю наше обсуждение. Говорю, что вот вы провели эти тесты у себя, получили информацию. И что вы должны анализировать, когда получаете эту информацию? Уровень чтения работы с информацией. Это первое, что есть компьютерная программа, вы вносите баллы туда, она вам все считает и говорит, у ребенка базовый уровень, у ребенка повышенный уровень, у ребенка ниже базового. А дальше начинаете разбираться, какие группы читательских умений ребенком не освоены, какие типы ошибок он допускает и в чем причина ошибок, так как вот я сейчас с вами это обсуждала. Причина может быть в том, что вы не работаете с контекстными значениями слов, причина может быть в том, что мало работы с информацией, представленной в разном виде. То есть в каждом конкретном случае это нужно смотреть. Теперь очень важно, если вы будете измерять динамику результатов. Вот вы в пятом классе сделали стартовую диагностику, посмотрели на детей, про каждого ребенка все себе там написали, зафиксировали. А дальше вы должны спрогнозировать результат. Вот вы увидели, что, допустим, у вас два умения проблемно. Одно контекстное значение слова, второе, допустим, работа с разными типами представления информации, ну, со схемой в частности. Вы планируете какую-то работу, вы про нее думаете. И вот через полгода вы себе планируете, у каких детей изменится ситуация и как. А через полгода, когда проводите промежуточный тест, смотрите, или через год, как у вас будет там, какой режим вы выберете. Вы смотрите, что изменилось. Вот ваш прогноз оправдался или нет, это понятно. Но, прежде всего, вот те усилия, которые вы предприняли, они привели к результату, они позволили сделать так, чтобы у ребенка была другая ситуация, чтобы он мог теперь уже этим умением владеть. То есть, с одной стороны, это оценка ребенка, с другой стороны, это ваша оценка, ваших усилий. Потому что грамотный педагог, он, вводя какие-то новые вещи, обязательно отслеживает, оказались ли они эффективными. Можно всю жизнь давать открытые уроки с бантиками, приплясыванием, и не иметь никаких результатов. А можно каждый раз видеть, ага, вот три ребенка у меня в этот раз не справились, я делаю с ними то-то, то-то, опять не справились. Никто не говорит, что вот любое усилие учителя дает результат. Но если вы отслеживаете этот результат, то это грамотная, очень профессиональная работа. Вот к этому надо привыкать. Иначе мы можем, приемчик там взяли, приемчик сям взяли, вставили, контекстно он подходит, культура сообразен ли он, это не важно, главное, вот этот приемчик мне понравился. А здесь очень важно понимать, а для чего я это делаю? И каких результатов я ожидаю? Вот поэтому очень для динамики важен ваш прогноз. И опять смотрите, никто внешне вам это не проводит, вы сами, вы сами себе ставите задачи, вы сами отслеживаете ситуацию. Но очень важно, чтобы вы обсуждали это с коллегами, биологами, математиками и остальными предметниками, которые в это будут включены. Здесь дальше я сейчас вот эту информацию уже комментировать не буду, вы сами ее посмотрите, потому что некоторые примеры того, как дети вот не понимают контекстное значение, с какими возможностями вы сталкиваетесь и можете сами эти ресурсы детям давать. Ну, допустим, посмотреть на то, какие вопросы к тексту вы формулируете. Если они повторяют ключевые слова текста, то это только первая группа умений. к разным читательским умениям обращаются вопросы или нет, ну и так далее. Вы можете на это посмотреть. Теперь отвечая еще на один вопрос, где такие задания есть, собственно, эта информация связана с тем, что вот сами тесты это издательство просвещения, они сейчас есть для пятого, для шестого, для седьмого класса. Я в первом вебинаре про это все подробно говорила, поэтому вы можете просмотреть презентацию первого вебинара и с этим поработать. И еще сайт Центра оценки качества образования Института содержания и методов обучения Российской Академии Образования. Они сейчас выставили очень интересные методические рекомендации по читательской грамотности с инструментами для четвертого класса. А вот этот инструментарий, он весь с пятого по девятый класс для четырех предметов в издательстве просвещения. Собственно, я на этом закончила. Если есть еще вопросы, я с удовольствием отвечу. Ну вот, я так поняла, что вопросы содержательного характера были на первом такте, теперь вопросы в основном организационного характера. Мы вам сегодня представили один вариант теста, в каждом классе их четыре, они параллельны, имеют программу обработки, методические рекомендации для учителя. Тем, кто хочет формировать читательскую грамотность на уроках русского языка и работать с педагогами в этом направлении, в принципе, у вас есть возможность это делать. Желаю вам успехов в вашей работе и надеюсь, что новые знания и новые компетенции они не заставят себя ждать. Нам сам Бог велел с вами формировать читательскую грамоту.